Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Днрав Маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о ключевых событиях, которые актуальны на среду, ну и конечно обсудим, что произошло на рынке. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, ну и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Как я и говорю, в понедельник неделя обещала быть довольно-таки активной, такое она и происходит. Идет сезон отчетов, сегодня будет заседание ФРС, ряд компаний пытаются разогнать, как пример акции компании GameStop. Кстати, это мы обсуждали на подкасте 2трейдера, подкаст уже доступен, ссылочка на него будет в описании. Ну а мы пройдемся как раз по ключевым событиям, которые как раз сейчас актуальны и которые важно держать в фокусе внимания. Начнем мы с того, что, ну во-первых, да, мы продолжаем освещать те вещи, о которых говорит Байден. Это крайне важно для того, чтобы понимать дальнейший вектор движения. Ну и здесь есть определенный позитив для, в том числе, для фармацевтических, во-первых, компаний, во-вторых, для, в целом, для, скажем так, завершения вопроса с эпидемией коронавируса. Здесь Байден сделал новый заказ на дополнительные дозы вакцин, порядка 600 миллионов доз вакцин, которые планируется поставить к лету. И здесь заказ был на компаниям Pfizer, BioNTech и Moderna. То есть, собственно, сейчас идет активная борьба уже непосредственно также с коронавирусом, она продолжается, но и Байден тоже делает шаги. Что также еще важно, сегодня у нас будет решение по процентной ставке и заседание ФРС. С большей долей вероятности мы не услышим чего-то нового. Пока, скажем так, общий посыл будет, что мы еще не готовы принимать следующие шаги, потому что пока с коронавирусом мы полностью не разобрались. Ну и, собственно, сейчас основной упор будет делаться на это. Но, безусловно, это важно, хоть мы и видим, что пока вероятность изменения процентной ставки, она стремится к нулю. Но вполне вероятно, что уже в ходе пресс-конференции ФРС нас чем-то порадует. Ну и, собственно, мы можем увидеть эту ситуацию, отыгранную на рынках. Вчера S&P 500 вновь обновлял локальный максимум и причиной тому является сезон отчетов, который идет. Компания отчитывается. На этой неделе отчитаются более 120 компаний из индекса S&P 500 и в целом отчитывается позитивно, что, собственно, прибавляет также и рост акций. Ну и, собственно, так как они входят в индекс S&P 500, это также и увеличивает стоимость самого индекса. Вчера был отчет компании Microsoft. Компания считалась лучшей ожиданий. Доход на акцию составил 2,3 доллара против 1,64 доллара, как ожидалось. Ну и выручка также выросла. Прогноз был 40,18 миллиардов, а по факту оказалось 43,08. Позитив. Акции компании выросли более чем на 4%. Также и по Johnson & Johnson были позитивные данные. Мы видели рост акций на открытие. Но, собственно, также вернувшись к истории, например, с Intel, когда злоумышленники похитили отчет компании, еще до того, как он был опубликован. Ну и, собственно, компания опубликовала в ходе регулярной сессии. Это тоже ситуация довольно-таки интересная. Фактически такого не было. Тоже мы это обсудили на подкасте 2 трейдера. Послушайте. Обязательно ссылочка будет в описании. Что мы ожидаем сегодня? Ну, безусловно, сегодня ключевым, наверное, акцией, за которым мы будем следить, это акции компании Apple. Мы ожидаем довольно-таки сильных результатов с точки зрения начала продажи 12 айфона. Да, и об этом тоже заявляла компания. Поэтому рост выручки, ну, скажем так, относительно предыдущих лет здесь может быть и вполне вероятно, что компания зафиксирует новый рекорд, что, собственно, придаст импульса самим акциям. Также сегодня отчитается AT&T, также отчитается Tesla, также отчитается Boeing. Ну, достаточно много компаний, за которыми тоже важно следить. Уже в зависимости от того, какие акции находятся в вашем портфеле, обязательно это делайте и держите руку на пульсе. А теперь, что у нас происходит на рынке? По основным инструментам, да, как я уже сказал, S&P 500 обновляет локальный максимум. С точки зрения укрепления американского доллара пока не мы видим определенную раскорреляцию, да, которая у нас идет с начала января. Собственно, сейчас евро продолжает все так же двигаться в нисходящей формации, да, в нисходящем тренде, который мы видим с точки зрения дневного таймфрейма. Понятно, что пока общий тренд, который мы видим, фактически с апреля сохранится восходящий, да, пока общий динамик сохраняется у нас на укреплении, но евро пока корректируется. С точки зрения часового таймфрейма здесь мы тоже пока видим предпосылки на нисходящее движение. У нас 25 числа мы видели обновление локальных минимумов, ушли ниже минимумов как раз пятницы. Собственно, с этих уровней и началось коррекционное нисходящее движение, пока все оно еще сохраняется. Если будет чуть ниже в области 1.20, то с тех уровней буду также искать возможность для себя покупать. Но и с текущих уровней, опять же, даже с текущих уровней возобновление роста выглядит довольно-таки перспективно. Цели по восходящему движению здесь довольно-таки интересные. Но я все-таки больше предпочитаю входить на локальных минимумах. Но есть одно исключение, это пара американский доллар и японская иена, об этом расскажу чуть дальше. По британской валюте. Здесь у нас также мы уже видим обновление в локале максимум, то есть фактически тот сценарий уже отыгран. Поэтому вполне верно, что в ближайшие несколько дней мы можем увидеть коррекцию. Ну и дальше уже продолжение данного тренда. Пока здесь для себя каких-то идей, какие-то ситуации новых для входа не вижу. То есть движемся в крайне узком диапазоне. Коррекции длятся буквально несколько дней. Быстро начинаются, быстро завершаются. Но все в целом идет в рамках того тренда, который на данной валюте сформирован. Если увидим коррекцию в области 1.3470, 1.3460, то конечно с этих уровней будет интересно рассмотреть входы по данной валютной паре. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь также цель была уже реализована. Цель нисходящего движения. У нас началась небольшая коррекция. Сейчас пара американский доллар, канадский доллар также делают попытки вновь продолжения нисходящего движения. В целом ситуацию можно рассмотреть. Мы скорректировались к области сопротивления с текущих уровней. Да, не самая оптимальная, но тем не менее, если мы говорим по входу по тренду, то сейчас эта ситуация как раз имеет смысл рассмотреть. Если цена сегодня сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Но опять же, здесь тоже важно получить хорошее соотношение риск-прибыль. То есть если потенциал один к одному, то в такие сделки я конечно не вхожу. Но и собственно заранее выставляю отложенные ордера по тем ценам с точки зрения соотношения риск-прибыль, в которые мне было бы интересно войти. В данном случае я вряд ли увижу хорошую сделку, поэтому пока пропускаем. А вот по паре американский доллар и японская иена, если мы смотрим дневной таймфрейм. Здесь у нас также идет пока продолжение нисходящего движения. Нисходящая формация сохраняется. И даже мы с точки зрения часового таймфрейма завершили ту коррекцию, которая была несколько дней. Поэтому потенциал нисходящего движения здесь все еще остается довольно-таки большой. Движение в области 102.60 я для себя рассматриваю. Ну и пока также установил отложенный ордер на коррекцию. То есть если цена меня скорректируется примерно на уровень 50% от движения, которое было 25 января. Вот там где у меня стоит как раз мой sell limit, отложенный ордер. То в эту сделку я бы присоединился. Ну и собственно стоп-лосс стоит у меня за максимум также 25 января. То есть такая сделка опять же на продолжение тренда. Я напомню, что я входил чуть раньше, до 13 января. А здесь выше, так как у нас началось восходящее движение. В принципе также для себя планировал перезайти. Так как все еще потенциал снижения здесь остается довольно-таки большой. Поэтому пока здесь отложенный ордер у меня остается. Австралиец также продолжает свое пока восходящее движение. Также мы не видели какой-то супер коррекции по данным инструментам. Поэтому я его особо не рассматривал. То есть все-таки здесь больше в течение января, я бы сказал, это больше боковик. Вот то, что мы сейчас видим на графике. В целом довольно-таки близко мы от локальных максимумов, которые были в начале января. Если будет коррекция в области 75.40, 75.30, то с этих уровней тоже буду для себя рассматривать возможности для входа. Новозеландец. Чуть лучше здесь была коррекция. В принципе были неплохие уровни для входа. Но здесь цена не дошла до моего отложенного ордера. Поэтому сейчас рост идет без меня. И собственно цели. То есть цели это обновление конечно локальных максимумов. Что собственно подразумевает сохранение восходящего тренда данной формации. Для новых входов жду коррекции. Когда они произойдут, буду уже принимать решение по входу в позицию. По золоту. Здесь я также для себя рассматривал уже непосредственно нисходящее движение. То есть вход на шорт. Немного цена не дошла до моего отложенного ордера 25 января. Который стоял. Но тем не менее. В любом случае основной сценарий, который я сейчас для себя рассматриваю. Это движение вниз. Движение в область 1800. Если уходим ниже минимальных значений, которые были в середине января сформированы. То возможно сходим и на 1710. А вот оттуда я бы уже тоже попробовал золото покупать. Раз уж пока с продажами здесь не срослось. Хотя ситуация выглядела тоже довольно-таки интересно. По DAX. По DAX мы видели довольно-таки волатильное движение в начале этой недели. Собственно 25 числа мы видели довольно-таки сильное снижение. В область 13 580. Затем очень быстро его откупили. Но собственно на позитиве, который также приходил в США и на росте фондового рынка в Америке. И сейчас DAX в целом также продолжает свое восходящее движение. Если будет коррекция еще в область 13 100, 13 150. То с этих уровней тоже для себя рассмотрю возможности для входа сейчас. На текущий момент. И я думаю, что до конца этой недели по DAX входить мне было бы неинтересно. Ну и по S&P 500, как я уже сказал, то есть мы вчера обновили локальный максимум. Инструмент торгуется на максимальных исторических значениях. Идет сезон отчетов. Поэтому вполне вероятно, что следующие цели движения на 3 900, 3 950 будут взяты довольно-таки быстро. Но для того, чтобы войти как раз в присоединение к этому движению, лично мне нужна коррекция, которую я буду ждать и уже заходить непосредственно, когда она произойдет. По нефти марки Brent на текущий момент мы видим также возобновление роста. Мы также видим уже возобновление восходящей формации. То есть начиная с этой недели нефть продолжает расти. Но следующий уровень сопротивления только выше отметки 56 60. Ну и как цели это движение на 57 40 и соответственно на 58. То есть нефть сейчас тоже чувствует себя довольно-таки неплохо. Но в любом случае рынок воспринимает позитивно все те заявления, которые идут с точки зрения борьбы с коронавирусом. И то заявление Байдена, которое он сказал по поводу заказа новых доз, чтобы постараться к лету максимально вакцинировать людей, чтобы распространение коронавируса остановить, тоже безусловно является позитивным. Поэтому сегодня ждем отчетов, ждем заседания ФРС. Обязательно с вами обсудим, как рынок на это среагировал уже в пятницу. Поэтому пока не забудьте поставить лайк к этому видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну и также напомню, что сегодня у нас пройдет вебинар с Александром Элдером. Каждый раз, да, раз в месяц мы с ним встречаемся. Поэтому переходите по ссылке также в описании к этому видео. Регистрируйтесь на вебинар, если вы этого еще не сделали. Ну и увидимся также вечером. Всем спасибо за внимание и до свидания.